В правительстве региона обсудили ход строительства социально значимых объектов. В частности, речь шла о срыве сроков при возведении психоневрологического диспансера на территории республики. Зампред Тимур Фатахов доложил председателю правительства региона Владимиру Сластенину о том, что показала проверка, проведенная комиссией. Премьер, в свою очередь, отметил, что ответственным органам предстоит большая работа по устранению недостатков при проведении и завершении строительных работ. Кроме того, он подчеркнул, что с подрядчиками, не уложившимися в срок, контракты будут расторгнуты. Добавлю, данный вопрос находится на личном контроле главы Ингушетии. После совещания, которое провел полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрий Яковлевичем по вопросу выполнения нацпроектов, главой республики Килиматовым Алимак Шариповичем, дано указание собираться еженедельно и подводить итоги выполнения нацпроектов каждую неделю. Ход выполнения на сегодняшний день не устраивает. Всего мы выполнили программу на 21%, поэтому мы собираемся, устраняем недостатки, смотрим, что можно сделать с теми нерадивыми строителями, которые срывают нам планы выполнения нацпроектов. Поэтому прошу сегодня начать подводить итоги. На сегодняшний день у нас один единственный объект, по которому мы видим никаких изменений. Более того, даже если сравнивать, допустим, июль с июнем, мы видим отрицательную динамику. Это строительство психоневрологического диспансера на 150 коек в Плиево. Несмотря на неоднократные предупреждения, постоянную работу совместную мы предлагали подрядчику помощь и по материалам, и по суподрядным работам. Однако подрядчик не отказался от этих всех мероприятий, поэтому, наверное, надо принимать какие-то решения. Контракт и закон нам позволяют идти вплоть до расторжения. Для того, чтобы завершить эту работу, я считаю, что с этой организацией необходимо расстаться. О, спецмонтажстрой не выполняет свои обязательства. На объекте менее 40 человек. Мы понимаем, что такими силами выдавать более 50 миллионов в месяц невозможно. Продолжение следует...